здравствуйте друзья добрый вечер у нас сегодня в соединенных штатах так как из политических новостей перегруппировка намечается в демократической партии то есть как какой-то лозунг им нужен какая-то программа чтобы как-то показать что они ну к чему-то идут вот и сейчас у них будет новая такая программа они на ней работают лидер значит демократов в сенате сенатор шумер как бы можно сказать первый главный демократ в сенате выступил неожиданно с критикой хиллари клинтон делал неожиданно потому что он поддерживал ее во время избирательной кампании в каждом микроне этой избирательной кампании то есть она не могла бы даже мечтать о человеке который поддерживал ее больше собственно все ожидали что клиент он победит и как бы он собирался искать с ней работать дальше и это как бы была такая гармония можно сказать и тут вдруг шумер ну наверное ему надо было сругнуться на прежние так сказать лозунги с тем чтобы предложить новые дает это как бы понятный человек но он сказал буквально следующее он сказал когда мы говорим что клинтон проиграла человеку которого в стране поддерживают всего 40 процентов то это клинтон ему проиграла они кто-то ей помешал виде там я не знаю фсб там или там еще кого-то и компромата которые до нее там давали и так далее и так далее то есть когда тебя побеждает человек с поддержкой в 40 процентов это говорит о том кто ты есть и что в общем да и фактически значит там интересные цифры приводится сейчас что где-то свыше 50 процентов людей на вопрос о том в чем программа демократов как говорили они против трампа и только там процентов я не помню чуть ли там не 14 говорили о том что они чего-то такое хотят сделать то есть грубо говоря hillary клинтон ни шла во власть для того чтобы что-то сделать у нее не было какого-то предложения вот как сделать жизнь лучше а она шла во власть потому что ей хотелось там быть вот никогда вот как и лично хотелось вот так трампу хотелось лично для какого-то самоутверждение может быть этим для бренда своего ну вот и хотелось лично ей давно хотелось и вот она шла а так как бы и не несла ничего вот они сейчас пытаются выйти из какой-то программы как бы они говорят что вот мы создадим больше рабочих мест хорошо оплачиваем их они называют это better deal эту свою программу то есть как бы тоже не ярко и не убедительно но что интересно что на вопрос ожидаете ли вы что кандидат президенты значит что-то изменит реально что-то изменит значит про трампа 82 процента сказали что они ожидают что он внесет какие-то изменения в жизнь страны а про хиллари там но буквально там 10 12 13 такого плана то есть никто от нее не ожидал никаких изменений вообще и поскольку у нас некоторое время такой ну как бы застой что ли да и вы видите что голосование было протестным потому что у республиканцев трамп был протестным кандидатом у демократов тоже хиллари там победила протестного делегата с адреса с относительно не небольшим перевесом и так далее поэтому что я хочу сказать вот эта протестность то есть люди хотели перемен и в этом смысле клинтон ничего не обещала вот а трамп значит чего-то обещал другое дело к лучшему эти перемены ли кучу это уже отдельный вопрос и поскольку уже полгода как нынешняя администрацию власти да там 21 числа июля исполнилось полгода и на эту тему было много всяких размышлений что они успели сделать успели они вообще хоть что-то сделать и так далее действительно в законодательном смысле как бы 0 продвижение то есть никаких новых законов они не приняли но может быть примут я не знаю там надо посмотреть конечно успешным и деятельность назвать никак нельзя успешной ночью посмотрим я просто к чему говорю что хиллари последнее время она как-то вот разразилась там нападками на то что вот у нее президентство отняли там российские спецслужбы своими действиями вот а тут ей прямо из самой партии говорят а надо ж такому проиграть то вот вот такому говорят они сейчас хотя на самом деле задним числом все умные а к чё же они такую выставляли то это же известно было что слабей то не никого же и нет то есть против трампа но уже сандерса поставили в конце концов он хотя бы из системы он может быть и с какими-то забиральными идеями но он системный человек в общем чё тут говорить такая вот такая вот получилась история и это как бы вот новость которая ну сегодняшнего дня хотя сегодня и господин кушнер да значит взять президента трампа давал показания в сенате по поводу встреч там с представителями российских там я не знаю чего но он как бы утверждает естественно что ничего такого он там не не совершал интересно то что люди занимающиеся вопросами безопасности она ли ну есть люди не я не хочу сказать что все поголовно но есть люди которые занимаются вопросами безопасности которые анализировали вот тот имейл где команде трампа предлагалось встретиться с вот этой женщиной адвокатом из россии для получения компрометирующей информации они говорят что по этому имейлу видно что это не первый контакт и на ведь скорее всего не последний и так далее то есть как бы там гораздо больше чего-то зарыто очень вот такая информация тоже муссируется вот наверное и все что у нас сегодня происходило счастлива